МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступает время, когда автолюбители не ищут ровных дорог, а наоборот жаждут бездорожья побольше кочек, ям и грязи. Трасса М5 в народе зовется Уфимкой, а эта площадка гостиничного комплекса в городе Суходол Сергиевского района стала местом паломничества любителей погонять по бездорожью. Как на парад выстрелились Нивы, Уазики, иностранные внедорожники, да с виду все непростые, на огромных колесах, предназначенные для бездорожья. Про такие машины водители говорят, заряженные или упакованные. Это означает, что автомобили доработаны до уровня настоящего внедорожника, способного преодолевать сложные преграды. На молодежную тусовку прикатили немногочисленные байкеры. Сцену отдали реперам, а в сотне метрах от трассы, на удивительно ровной дороге, организовали прямую в 402 метра. Трассу для драг-рейсинга. Все мероприятия проходили согласно сценарию, главным действием в котором была программа джип-териала. Получился некий фестиваль любителей автомототехники и автоспорта. Вообще, все в целом не собирал никто нигде никогда. Очень часто даже такие мероприятия в разных регионах проводятся. А нам удалось впервые это сделать в одном месте. Надеюсь, что у нас начнется нормальный хороший фестиваль. То есть понимание у администрации здесь нашли. Мы нашли пристанище. То есть нас как бы пока все устраивает. Сезонные обострения и соревнования традиционные проходят уже не первый год в разных местах области. В этот раз выбрали Сергиевский район. Весьма подходящее место для состязаний. Ведь для этого здесь есть все. Овраги, болоты и обширные горные платы. Задание для участников джип-териала – найти установленный номер по GPS-навигатору или глонассу. И сфотографироваться так, чтобы на фото был виден номер машины – и пилот, и лишь турман. Все бы ничего, но вот добраться до заветных цифр – дело очень трудное. Подготовка основательная. С собой брали все самое необходимое. Хотя никто точно не мог предугадать, что понадобится на протяжении суток. Ну что ж, на этих состязаниях было немало наших знакомых, за которыми мы наблюдали на прошлых трофей-рейдах. Я смотрю, вы прям машину, по-моему, паховали прям вот и до. Старали, старали. Подвеску подняли, да, или нет, что-то такое. Лифт, боди-лифт. Общий суммарный лифт – 11 сантиметров. 11 сантиметров, то есть выше сделали, да? Ну да, да. А вот те соревнования, которые в прошлом году были для вас, что они вам дали? Что дали? Опыт, в первую очередь. Опыт. В тот раз мы не знали некоторой тонкости, поэтому, возможно, было десятое место как бы заслужено по затратам. То есть как бы вот мы не знали, поэтому заняли такое место. Сейчас мы уже более подготовились, более опытные. У нас штурман еще более опытный, у которого громадный опыт в этих трофе. Вот. И, в общем-то, мы готовы решительно победить. Немало было и первочков на иномарках. Вы тоже принимаете участие на своей машине? А как же, обязательно. Понятно. В каком классе? Больные. Больные. Это что за класс? Это что за класс такой? Ну, есть по нормальному туризму. Турист, да? Да. А не жалко машину? Жалко. Бывает, а куда деваться? Нравится нам это. Ну, специальная машина для гона только? Это повседневный автомобиль. Ну, да, это? Нет. То есть я на нем постоянно. И в городе, и на бездорожье, и везде. А как готовили машину? Ну, лифт, подвески, гидроподготовка, шнорки. То есть пока вот так. Блокировок пока нет, ничего такого. Лебедку тоже пока в проекте. Ну, как бы. Дальше планируем строить еще. Время подошло к старту, но мы успели задать последний вопрос, который нас так интересовал. А вы правильно говорят, что иномарки, многие иномарки, они практически даже внедорожники не идут никак в таких соревнованиях по сравнению с нашими УАЗами? Ну, у этой машины минус то, что она тяжелая. УАЗик легче гораздо. Ну, а так, в принципе, машина для трофе нормальная. Второе место у нас уже было. Ну, а если большинство участников на машине ровно в три часа стартовали, как будто они поехали за колбасой в магазин в 80-х годах, то единицы их совсем мало стояли и не торопились. Потому что они считают, что главная не скорость, главная тактика. Еще несколько минут, и в 200 метрах от асфальтовой площадки развернулась борьба за фото возле обозначенных точек. Мы тоже поторопились с нашим проводником Анатолием к месту автопаталии. Сейчас едем на первый пакет точек. Он сделан частично обязательный для класса хроников. Класс хроники – это самый навороченный, самый нафаршированный класс. Они должны взять 12 точек из первых 17, чтобы получить зачет, чтобы вообще могли продолжать гонку. Всего 17, из них 11 сухих точек, в том числе триалы недорогие, и шесть грязных точек. Вот на эти грязные точки мы сейчас в флаге. Как обычно по пятам участников идут и зрители. Некоторые из них пытаются взять даже точки, ведь в будущем кто-то собирается принимать участие в таких джип-триалах. Вы решили немножко по своей силе попробовать? Ну да. Любим, помучаться. Колеса такие так хорошие вроде бы. Ну и самое главное умение, а не колеса, наверное. Вы сегодня не участники? Нет, зрители. Просто зрители? Да. А вы в будущем собираетесь принимать участие? Конечно. Вот решили сначала так свои силы попробовать. Не получилось. Это первый раз у вас? Да. Вообще первый раз? Да. В этот раз сезонное обострение проходило при большей зрительской поддержке, ведь организаторы постарались. Они включили треть точек в так называемый зрительский пакет. Сектор. Примерно 100 на 200 метров. На нем около десятка обязательных точек. Одни с легкостью берут преграды, другие застревают. Страсти кипят нешуточные. А теперь как хотите, так и доставайте. Вот так вот, на угол, за резиной бери. Миша, руль сюда. Руль сюда, выверни. Вот сюда, выверни. Там буро. Буро, буро, буро. Руль вправо. Сколько раз были на таких соревнованиях, я все время убеждаю, что самое главное – это слаженная работа экипажа, пилота и штурмана. Самое главное, чтобы они выбрали правильную тактику, потому что даже вот небольшой бугорок, его можно взять, обойтись лево и справа или просто на нем повиснуть. А вот этим ребятам с преодолением небольшого бугорка явно не повезло. Несколько неудачных попыток. В какой-то момент было принято решение, как оказалось неправильное. Всего полметра в сторону и подъезд к точке стал проблемой. Пришлось использовать лебедку. А ведь предыдущие экипажи буквально проскакивали этот бугор. Как всегда, на сезонном обострении немало водных точек. Одни в озерах, реках и болотах. Вот эти парни на УАЗике быстро заехали с берега, сфотографировались на фоне таблички, а выехать по тому же пути уже не смогли. Думали, думали и решили вспомнить поговорку «Умный в горы не пойдет, умный горы обойдет». Так и выехали. Солнце село, ночь стремительно наступала, накрывая всех покрывалом темноты. Первые 10 точек недалеко от места старта любители автоэкстрима по очереди брали до полуночи. На площадке закончились соревнования по дрифту и драгрейсингу. О них мы обязательно расскажем в следующей программе. А вот для участников автоджип-трофи соревнования только начинались. Впереди была целая ночь, утро и день до 15 часов. Когда последний экипаж приедет к месту финиша. Смотрите продолжение нашего репортажа в следующей передаче.